В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Обвалился потолок. В Рязанском общежитии люди не живут, а выживают. Сквозняки из стен. В одном из домов Рязани люди считают трещины в здании, а капитального ремонта пока не предвидится. Николай Любимов посетил Калужскую область с деловым визитом. В результате между главами двух регионов было заключено соглашение. Актуальный диалог в 73-й школе. Ученики встретились с художественным руководителем Рязанского театра кукол и задали ему свои вопросы. Жемчужина коллекции. В Рязани открылась выставка известной питерской художницы. Ее работы выставляются в Англии, Германии, США. В Рязани на улице Колхозной произошло обрушение потолка в одном из общежитий. В момент ЧП на кухне, где полностью обвалился потолок, находилась женщина, которой чудом удалось спастись. Подобная ситуация может произойти в любом из помещений этого здания, поскольку оно буквально трещит по швам. На месте событий побывала Марина Комиссарова. Сюда не упала бомба, здесь не было террористического акта. Это просто обрушился потолок. И в тот момент на кухне жительница этого дома готовила кушать. Она чудом спаслась. Наталья готовила, когда соседка заметила неладное. Потолок давно дал трещину и сыплющаяся звездка никого не удивляла. Но сегодня сверху осыпалась значительно сильнее, чем всегда. У нас все время сыпалось с потолка. Мы каждый день по ведру мусора вот этого собирали. Сегодня на кухне мы были. Я говорю, Наташка, не подходи к плите, сыпется вообще жутко. Она говорит, надо готовить. У нас и газ горит, мы готовим. Я ее выгнула из кухни. Она вышла, прошло три секунды. Я соседку с той стороны звонила. Галь, подойди, что будем делать? Ты смотри, все сыпется. Она вот так подошла. И вдруг как рухнет все. Все, пылище, искры посыпались. Мы с ними так остолбенели, отпрянули. И не знаем даже, что делать. Такого исхода жильцы ждали со дня на день. Дело в том, что обращалась непосредственно с писанными заявлениями, претензиями в ЖИУ номер один. Во-первых, в ЖИУ номер один с нами договор не заключает. Тарифы завышены. Информацию какую-либо не предоставляет. Технический паспорт дома не предоставляют. Говорит, отсутствует. А этот документ непосредственно нужен для подачи нового заявления в Межведомственную комиссию. Обрушенный потолок – вполне логичное завершение процессов, которые происходят с домом уже много лет. Балкон давно в аварийном состоянии. Выходить на него жители опасаются. Его хотели срезать, но жильцы дома против, потому что это единственный выход в случае, если потолки начнут рушиться во всех помещениях. Зайдите, пожалуйста, и посмотрите. Это реальный уже развал, следующий будет. Посмотрите, что-то творится, как на весь потолок и все это. Посмотрите, у нас какие провода электрические. Какие у нас плиты. Это со времен лошади Буденова. Снимайте, пожалуйста. Посмотрите, что здесь творится. Потолок и весь трехидор. Посмотрите, это даже не убирается. Мы не можем это убрать. Все это 50-х годов. Впервые за долгое время на обращение жалобы граждан наконец-то отреагировали. Сюда приехали представители администрации, газовики, сотрудники управляющей компании, представившиеся юристом. Молодой человек пытался остановить нашу съемку и посоветовал быть поаккуратнее. Подождите, подождите, давайте вырубаем. А после он же попытался препятствовать комментарию начальника ЖЭУ. Серьезно, комментарий, давайте. Что? Серьезно, комментарий, молодой. Давайте, пожалуйста, общаемся. Мы не без, не без. Сергей Юрьевич, что-нибудь скажете по ситуации в доме номер 8, которая произошла сегодня в 12 часов? Ну, что можно сказать? Обрушился. Дом аварийный. Симпи-бой везли 75%. Жильцы, обращаясь к вам не единожды с этой своей проблемой? Да, естественно, конечно. Утверждают, вы ни разу не откликнулись с помощью? Это врут. Это однозначно. Потому что, сами понимаете, в одном месте делаешь, в другом ручишь стоит. А с нынешней ситуацией что планируете предварительно делать? Ну, мы ничего не можем сделать. Единственное, что здесь пророгатива города, хотя бы людей расселить куда-то. Потому что дом непригодный подживанию, и все прекрасно это знают. На настоящий момент в доме отключено отопление, газ и вода. Мы будем следить за развитием событий и ждать комментариев официальных лиц. Строительство шлакоблочных домов на улице Соколовской началось еще в 1955 году. Строились они как временные, но существуют уже почти 60 лет. Сейчас жильцы одного из зданий насчитывают минимум 30 больших трещин в своем доме. Некоторые из них являются сквозными. В свою очередь, капитальный ремонт дома запланирован на следующий год. Но коснется он только крыши. Шлакоблочных домов в нашем городе насчитывается около 200. И все они построены в 50-х годах прошлого века. Шлакоблоки – это морально устаревший материал. Его невозможно отнести к экологически чистому. Даже наоборот, весьма велика вероятность, что шлакоблочные стены выделяют вредные вещества, которые негативно влияют на дыхательную систему и увеличивают вероятность появления аллергии. Ситуация такова. Дома в настоящее время, они не являются муниципальными. То есть жилфонд у нас приватизирован в большей части. Поэтому каких-то программ специальных в отношении шлакоблочных домов ни в администрации, ни в Российской Федерации таких нет, не существует. Фасады большинства шлакоблочных домов покрывают трещины, а по квартирам гуляет ветер. Но признать эти дома аварийными не так-то просто. Есть один нюанс. Это программа переселения, которая является долгосрочной и появляется каждые три или четыре года. Но сейчас есть новая проблема. Вопрос повис в воздухе немножечко. У нас и межведомственная комиссия тоже в своей работе не знает, как правильно людям объяснять эту ситуацию. Объясняем тем, что, конечно, нужна какая-то ясность. Нужно дождаться принятия программы с 2018 года и далее. Сейчас ее просто нет. И, конечно же, если дом признают аварийным, а программы к тому моменту не будут, то жители таких домов останутся без крыши над головой. Эта программа нужна и нужно продолжать финансировать это направление. То есть объективно по жизни это требуется, а фактически мы ждем все решения вышестоящих инстанций. Но если программа уже запущена, то главной задачей для жителей является сбор необходимых документов. Самый главный важный документ – заключение экспертной организации с выводом о изношенности дома. Надо только до степени, которая говорит о его аварийности. Обращаться собственник должен в любую организацию, которая имеет свидетельство о допуске для проведения этих работ. Все остальное, что прикладывается при этом к обращению – это правоустанавливающие документы, технический паспорт на дом и незначительные бумаги, которые не требуют каких-то сложностей при сборе. Получается, признать жилье аварийным не так уж и сложно. Правда, после этого появляются другие проблемы, которые, хочешь не хочешь, но жильцам придется решать самостоятельно. Временно исполняющий обязанности главы Рязанского региона Николай Любимов побывал в Калуге с официальным визитом. Там он провел встречу с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве двух областей. Николай Любимов заметил, что в настоящее время уже налажены деловые контакты между калужскими и рязанскими промышленными предприятиями. Отвечая на вопрос о том, что из практики работы в Калужской области он позаимствовал, на новом рабочем месте Николай Любимов ответил. Та школа, которая под руководством Анатолия Дмитриевича прошел здесь, в Калужской области, это лучшая школа, я считаю, и она мне позволяет на самом деле сейчас ориентировать команду, которая работает в Рязанской области, на конкретные шаги, связанные с привлечением инвестиций, прежде всего. Насколько в Калужской области здесь никто не переплюнул и не переплюнет никогда. То есть здесь реальный опыт, который необходимо брать, наверное, в каждой области. По словам губернатора Калужской области, есть перспективы сотрудничества по разным направлениям, в частности в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культуре и туризме. Регионы, которые подписывают соглашение о сотрудничестве, в первую очередь думают о том, как извлечь взаимную пользу, опыт друг друга изучить в работе в разных областях и, конечно же, наладить сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, туризма. Одним словом, поле деятельности богатое. В период летних каникул в рамках подписанного соглашения между Калужской и Рязанской областями начнется обмен туристическими группами школьников. Кинотеатр «Октябрь» ждет глобальная реконструкция. Представители администрации города объявили о старте проекта «Октябрь. Перезагрузка». Он подразумевает корректировку направлений деятельности центра, ремонт и перепланировку здания, а также благоустройство прилегающей территории. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Обшарпанные стены и старый репертуар. Кажется, что жизнь в кинотеатре «Октябрь» давно остановилась. Ее пытаются поддерживать проведением фестивалей и многочисленными кружками, однако центр давно требует внимания, сил и денег. История места уникальна. В далекие 70-е Рязань начала активно строиться. Появился новый микрорайон – Ташково-Песочня. Однако на 20-30 тысяч населения не было предусмотрено никаких развлечений, только жилые дома. Поэтому жители обратились с просьбой к городу создать здесь культурно-досуговый центр. «Архитекторы сделали индивидуальный проект специально для этого жилого района Большого, учитывая его местоположение на пригорочке. Учитывая, что здесь сходились тогда две главные улицы – это Новоселов и Советская армия». Кинотеатр «Октябрь» распахнул свои двери в 1980 году. Его название выбрали путем голосования среди местных жителей. На их решение повлияло два фактора. Во-первых, новый район города получил название «Октябрьский». А во-вторых, старый кинотеатр, который к тому времени морально устарел и был закрыт, носил тоже название. На его месте сделали дворец бракосочетаний. Новый центр быстро обрел своих постоянных посетителей. Люди любовались фонтаном, гуляли среди тополей и, конечно, встречались с друзьями. «Этот огромный комплекс, а туда входило и кафе, и большой танцевальный зал, и комната для общения, и кинотеатр, конечно, и даже открытая веранда, где собирались даже духовые оркестры выступать. Ну, то есть такой центр протяжения всего этого жилого района». «Часто ходили и кино смотрели, игровые автоматы здесь были. Вот этот вот фонтан работал, бассейн был наполнен, дети тут купались». «Хорошее было место, хорошее. Оно одно было, на всю песочню. И тут даже иногда билет можно было не достать. Вот такие фильмы были, и очень хорошее место хорошее. И хотелось, конечно, возразилось здесь все». В этом году администрация города планирует вдохнуть в центр новую жизнь. Архитекторы вместе с сотрудниками кинотеатра должны тщательно проанализировать планировку здания, чтобы грамотно использовать имеющиеся залы и подсобные помещения. Также ведется разработка концепции прилегающей территории. Проект назвали «Октябрь. Перезагрузка». Однако подробности пока остаются в секрете. Местным жителям остается строить догадки и высказывать свои пожелания. А они оказались у всех одинаковыми. «Хотелось бы, конечно, чтобы был здесь у нас поблизости кинотеатр какой-нибудь. Как вот эти люксоры, что-нибудь так вот поблизости. Потому что ездим далеко». «Ну, не современный кинотеатр, таких много, так в Рязани. Чтобы показывали какие-нибудь фильмы не для всех. Фильм, который не в прокате, в широком. А специалист, который ценит кинокритики». «Пусть лучше будет кино нормальное, чтобы можно было найти с ребенком». «Окстраивается микрорайон большой и неудобно ездить куда-то в Великовский театр». Планы администрации города станут известны через две недели, когда архитекторы закончат изучение объекта и предложат свои варианты реконструкции здания. Встреча художественного руководителя Рязанского театра кукол Валерия Шацкого с учащимися в рамках реализации проекта «Актуальный диалог» состоялась в 73-й школе. Ребята выслушали совет от известного деятеля культуры и сами задали интересующие их вопросы. Такие встречи всегда на пользу. Это не формат нравоучительных лекций и не четкие руководства к действию. Это советы человека, прошедшего долгий и непростой путь и нашедшего себя, что, к сожалению, случается в жизни не со всеми. «Чем старше становишься, тем больше чувствуешь ответственности за то, что ты там натворил и жажды того, чтобы будущее было лучше. А будущее это делать им и жить в этом будущем. Поэтому и хочется, чтобы ребята в меру возраста серьезнее отнеслись к выбору профессии. Потому что очень часто мы послушаемся по желанию, у родителей идем, и иногда внутри чего-то хочется другого, а тебя сказали, или товарищ и приятель пошел, а мы туда. И потом есть какие-то общие вещи, которые помогают преодолевать вот эти сложности в познании профессии, умение поставить себе хорошую, большую, добрую цель, которую нужно достигать». Важность выбора, стоящего перед школьниками, каждый из них осознает значительно позже. Кто-то наломает дров, кто-то сразу поймает нужную волну, но бояться не стоит. Именно об этом говорил Валерий Шацкий своим слушателям. Профессий такое огромное количество, что каждый выбирает себе ее по душе, помочь подтолкнуть к выбору, освободить собственное «я», для того, чтобы оно могло спокойно, целенаправленно выбирать то, что тебе хочется. Потому что нет большего счастья, чем работать с охотой. Понимаешь? Когда хобби, то есть любимое дело, становится делом своей жизни. Как никто худрук театра кукол знает, что и как надо сказать, чтобы удержать внимание детей и заинтересовать. И при этом донести до их критического максималистского сознания простые, но важные истины. Беседы в рамках программы «Актуальный диалог» продолжаются. А пока впечатления о них и у ораторов, и у слушателей исключительно восторженные. В правилах дорожного движения существует 319 знаков. Из них 36 запрещающих. Но есть на наших дорогах и другие обозначения, не всегда понятные для окружающих. Что делать, если на пути встретился знак, закрытый черным материалом, на котором не видно обозначений, расскажет Валерий Седов. С недавних пор на улицах нашего города появились дорожные знаки, закрытые черным целлофаном. У одних водителей это вызывает удивление. Другие же сразу догадались, в чем суть. Разгадка этого довольно проста. Знаки еще не введены в эксплуатацию. Дело в том, что решением городского совета с декабря 2013 года реализуются программы парковочного пространства. Так, в прошлом году в проекте удачно участвовали две улицы – Праволыбецкая и Радищево. Реализация пилотного проекта показала, что те цели, которых мы хотим достичь, в частности, увеличение средней скорости движения в центре города, рациональное использование уличной дорожной сети для парковки автомобилей. Одна из основных целей – это побудить тех, кто работает в центре города, пересесть на общественный транспорт. И эта часть активно реализуется. Также сейчас начинается реализация первого этапа масштабного проекта по созданию в центре города платного парковочного пространства на 3,5 тысячи мест. Для этого мы изменяем схему организации дорожного движения. В том числе вводим одностороннее движение на улице Сенной и на улице Кольцова. На центральных улицах города у нас проводится разметка под платные парковки, будут устанавливаны паркоматы, устанавливаются дорожные знаки. Сейчас эти знаки установили слишком рано, без согласования с благоустройством города. В соответствии с действующим законодательством, для того, чтобы изменить схему движения, надо поместить такую новость на сайте. И только по истечению 20 дней устанавливать действующие знаки. Правда, в социальных сетях появилось множество противоречивых слухов. Кто-то даже утверждал, что эти знаки установили незаконно. На самом же деле они будут работать с 9 июня, как раз по истечению заявленного срока. До этого момента закрытые знаки водителям стоит игнорировать. Очередное ДТП со смертельным исходом произошло в Рязанской области. В Путятинском районе в результате аварии трое человек получили травмы и один погиб. 23 мая около 4 часов утра на трассе М5 неподалеку от Шадска произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Шевроле», 53-летний уроженка Тамбовской области, выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 30-летнего жителя Рязанской области. На место ДТП немедленно выехали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. В результате аварии водитель «Шевроле» скончалась на месте. Еще три человека, в том числе один несовершеннолетний, с травмами различной степени тяжести госпитализированы. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Галина Чувеляева – известная питерская художница. Ее теплые и душевные работы уже давно стали жемчужинами многих коллекций не только российских, но и зарубежных галерей. Выставки ее картин с успехом проходят в Англии, Германии и США. Сегодня у жителей нашего города есть уникальная возможность познакомиться с творчеством Галины Чувеляевой. Галина Чувеляева – известная петербургская художница, член Союза дизайнеров и Союза художников России. Она является автором пейзажей, портретов балерин, а также живописных серий. «Морская душа», «Наши друзья-коты», «Солнечный ангел», «Хранитель земного счастья». Именно знаменитых ангелов Галины сегодня могут увидеть рязанцы в галерее «Переулок счастья». Невероятно теплые, яркие, действительно солнечные. Вроде бы и похожие друг на друга, но в то же время обладающие яркой индивидуальностью. Каким образом родилась эта серия работ и почему именно ангелы? Галина долго над этим размышляла и решила, что истоки нужно искать в ее счастливом, красивом детстве. Я прожила долго на Украине западной, где зацветали сады по два раза в год. Карпаты были из окна видны, речка горная. Не было тогда никаких гаджетов. Все это на речке, все это в горах. Какие-то походы, красные маки, поля с красными маками. Потому что, в общем-то, немножко не хватает света в Питере. Он такой красивый, жемчужно-серый Питер. Откуда вдруг в картинах столько солнца, столько какого-то света. Думаю, что, наверное, вот оттуда. Насмотрелась в детстве. Ангелы Галины Чувеляевы похожи на детей двух-трех лет. Тот самый возраст, когда малыши с невероятным интересом смотрят на мир широко распахнутыми глазами, излучая любовь и доброту. На картинах художницы они едят варенье, дарят цветы, грустят, веселятся. И вместе с тем согревают зрителей, заставляют вспомнить детство и вновь почувствовать себя ребенком. Все работы обрамлены авторскими рамами. Галина сделала их из досок, которые некогда составляли веранду старинного дома. Таким образом, они получили новую жизнь. Ну а мы, благодаря Галине Чувеляевой, получили возможность прикоснуться к прекрасному и познакомиться с чудесными солнечными ангелами. Это все новости на данный момент. За событиями вы можете следить на нашем официальном сайте, а также группах в соцсетях. Весеннего вам настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и «Зеленый выгод» и «Зеленый сад» и «Зеленый сад» и «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok